Итак, я снова в лесу, снова катаю и опять решил потриндеть про покрышки, опять про швальбу. Предыстория к видео такая, что два года назад я перешел на комплект из двух покрышек швальба Рейсинг Ральф. Видео по этому делу записал. Откатав год, я решил немножечко изменить концепцию и весь прошлый год я уже катал на комплекте, сзади использовал Рейсинг Ральф, а спереди Рокетрон. В принципе уже было интереснее, потому что в первом варианте мне не хватало держака немножко, а этот год буквально как раз стоял снег, я решил еще немножко сдвинуться в сторону держака на покрышках. Вот, Рокетрон у меня с самого начала сезона стоит сзади, а спереди новенький Нобиник. Сейчас уже середина августа почти и я уже созрел, поделиться мнением о данном комплекте и собственно сейчас на этом местечко остановлюсь и расскажу поподробнее какие есть нюансы в данном комплекте и покажу что да как. Итак, пока меня не сожрали полностью комары, быстренько рассказываю про покрышки, про этот комплект. Могу сказать, что комплект нацелен именно на хороший держак, то есть накат здесь уже второстепенно, но опять же сохраняется универсальность, правда с приоритетом на работу по грунтам различным, в том числе не очень хорошим. Итак, что мы имеем. Сзади Швальба Рокетрон, EVO серия 2.25 полнота, старшая моделька, использована мной весь прошлый год и две трети этого сезона, ну год без зимы. Спереди у нас также EVO серия, но Нобиник. Так, с фокусом проблемки, окей. Так, что могу сказать про данный комплект и конкретно про особенности, в чем здесь косяки, не косяки, как бы швальба. Значит, стоит отметить, что заднее у нас с компаундом SpeedGrip, что переднее, также компаунд SpeedGrip. Что нам это говорит, то есть это у нас универсальные компаунды с более мягким составом резины. Ну, можно отметить, что вообще, как бы, кто не знает, есть такой нюанс, вот, могу сказать. Значит, у Швальба есть у EVO серии 4 всего компаунда, все комбинированные, то есть из разных слоев резины сделана покрышка. Ну, как обычно, центр помягче, бока, значит, центр пожестче, бока помягче. Значит, здесь SpeedGrip, это у нас голубая полоска. Голубая полоска о чем говорит, что это мягкая для контрийных покрышек. Для эндуро покрышка это уже будет жесткая и для DH покрышек это ультра жесткая. Потому что стоит понимать, что в Extreme серии есть еще софт, то есть мягкий компаунд, это оранжевая полоска и ультра софт, это или супер софт, супер мягкая. Ну, здесь у нас не Extreme серия, здесь у нас Country Trail покрышки, поэтому для Country Trail покрышки голубая полоска говорит о том, что у вас мягкий компаунд, а не красная полоска. Ну, красную полоску тут ставить смысла нет, потому что это не рейсово-контрийные вариации комплекта. Ну, ладно, это все лирика. Значит, что могу сказать. Значит, первый момент. Давайте по рисунку. Наконец, они ее более-менее ровно склеили. То есть половинки соосны, чего у них иногда не бывает. То есть вот здесь вот смещение, здесь все вроде нормально. С ником тоже все нормально. Вот. Все довольно ровненько, все довольно аккуратненько. То есть исполнение у EVO серии, по крайней мере, у моих покрышек, нормально. Значит, есть нюанс. Опять же, вернусь к задней. Вот. Вот так вот у нас протектор выглядит. Значит, нюанс номер один для тех, кто читает цифры. Вот эта покрышечка, это 2020 модельный год, по сайту производителя на момент покупки было заявлено 650 грамм массы. В реале вот именно это весит 700 грамм. Вот. То есть 50 грамм они где-то там куда-то удалили. Вот. Ну, не сказать, что это критично, но к этому надо быть готовым. То есть небольшое вранье все-таки есть. Теперь ник. Значит, что мы имеем? Опять же, вранье по массе, причем здесь оно более принципиальное. Модель 2021 года. Заявлена была масса по сайту производителя именно у данной версии, естественно. У данной полноты, у данного компаунда. 810 грамм, если я не ошибаюсь. Именно мой экземпляр, который мне попался, на весы я положил, и там было 925 грамм. То есть вот такая вот разница. Думайте сами. Заявлено 810, по факту 925. Как у них такое получается, это загадка. Так. Ну, в целом, конкретика по работе покрышки. Значит, еще раз напомню. Весь прошлый год она стояла спереди. Две трети этого сезона она сзади. Как видите, износ минимальный, то есть износ стойкости хороший. Отличная покрышка, универсальная. То есть как она позиционируется. То есть это самая такая экстремальная покрышка в контре ихней серии. То есть это кросс-кантри покрышка для жестких-жестких, таких мощных трасс. В моем понимании, это просто универсальная покрышка на все случаи жизни, когда вам нужен держак. При этом, в принципе, она неплохо катит. Она действительно неплохо катит. Конечно, это не супер там накат. Но вполне себе достойно, как универсальный вариант по паркам, по лесу. Значит, когда она стояла спереди, ну, как вариант в сочетании с Racing Ralf, неплохо. Но, в целом, опять же, для переда мне она не очень понравилась. Опять же, скажу под конец, почему именно так. Для зада мне она больше симпатичнее. Значит, но беник. Вот так вот выглядит протектор в реале. Вот сейчас фокусируемся, надеюсь. Вот. То есть, это уже младшая в плане экстремальности трейловая покрышка. То есть, это уже не кантри. Соответственно, более злой протектор. Опять же, у них он идет как универсальный. В принципе, я с этим соглашусь. То есть, здесь уже все более цеплюче, наката меньше, держака больше. Что по ней могу сказать? То есть, я очень хорошо знаком со старым но беником, еще старых-старых годов. И могу сказать, что эта покрышка от него принципиально отличается одним большим нюансом. А в частности, в частности, вот этим боковым протектором, то есть, вот этим вот рядом, она отличается принципиально. Центр, да, не поменяя рисунок, но в принципе, нет. Кубики и кубики держат нормально, все зашибись, никаких вопросов. Но, вот боковой протектор, если вы посмотрите старые модели и новые, он уже стал с наклоном. Ну, он поменял уже конфигурацию, но видите, что вот эти вот, сейчас покажу, вот эти вот шипы, они уже имеют скос. Вот, и это чувствуется. А сзади уроки трона такая же история, только еще более ярко выражена. То есть, вот этот вот боковой протектор, он опять же под большим-большим углом. То есть, относительно перпендикулярных линий. Значит, что это нам дает и что это нам не дает? Ну, скорее всего, дает это все-таки небольшую-небольшую прибавку в накате. То есть, чуть-чуть, наверное, все-таки скошенный боковой протектор на каких-то неровностях перекатывается лучше. Что нам это отнимает? Это нам отнимает продольный держак. То есть, поясню. что, когда покрышку сносит в бок, вот, чем перпендикулярнее кубики эти протекторы, тем лучше они цепляются. Чем больше они под углом, тем больше шанс, что покрышка снесет именно в боковую нагрузку. И к этому надо быть готов. То есть, по держаку продольному, именно, то есть, в плане, когда покрышка цепляется вот этими всеми элементами, тут вопрос никаких. Но как только идет смещение сюда и сюда, нагрузка, за счет того, что есть под углом, вот, работает хуже. То есть, не то, что нагрузка работает хуже, а сам вот этот шип, больше шанс, что он слижется в бок и вас снесет. Вот, то есть, здесь это более ярко выражено, но беники меньше, оно тоже чувствуется. То есть, где вы это почувствуете? Вы это почувствуете на сыпухе, на песках, на скользкой такой склизкой грязи и на мокрой траве. Опять же, ну, это уже, то есть, более-менее при жестком катании, то есть, не таком прослабленном 10 км в час там и не спеша. То есть, когда вы там на склоне, неровный рельеф, вот, идет рулежка, то есть, ее, да, ее в бок носит. Но относительно чего? Опять же, с чем сравнивать? То есть, для класса универсальной покрышки, для жесткого кантры и очень-очень-очень-очень легкого такого городского трейла ее хватает. То есть, и задней хватает, и передней хватает, но именно в боковых нагрузочках, то есть, не надо быть аккуратным. То есть, если вы входите в поворот и видите, что там сложный грунт, зацеп маленький, минимальный наклон велосипеда, чтобы максимально работал центральный протектор. Как только вы перенесете нагрузку сильно на боковой протектор, а центральный уже почти не будет иметь зацепа, шанс слиза в бок очень велик. То есть, для своей агрессивности в целом, визуальной, на мой взгляд, чуть-чуть в этом аспекте держака, который ты ожидаешь в виде этого протектора, его нет. Но в общей массе держак нормальный, то есть, и накат для такого протектора неплох, и держак, в принципе, нормальный. Но, опять же, боковой протектор, с ним надо аккуратно работать, потому что возможны нюансы и, соответственно, падение. В остальном, как я уже сказал, износ стойкости отличная, мягкость самое оно, именно, именно, именно с голубой полоской. Вот, красный, я вообще не знаю, вариант для переднего отпадает сразу, потому что красный протектор жесткий, конечно, у них прям реально жесткий. Вот, который именно спит, а не спит гриб. Вот, может быть, для сзада еще, может быть, как-то, но я тоже не стал. То есть, стоит брать именно голубую полоску. Вот, она не настолько мягкая, то есть, видите, как бы стирается очень-очень незначительно. Вот, и держак у нее получше. Вот, в целом, могу рекомендовать. А, ну, собственно, здесь можно посмотреть, что она у нас. Туглиц рейди, все дела, это, само собой, понятно, как бы. Вот такой комплектик. Катаю. В принципе, мне нравится. Видео снимаю потому, что, вот, буквально на днях я планирую его снять, поставить свой другой комплект от Максиса. Чистые соображения, что в ближайшее время не хочется иметь больше наката. Вот, здесь, конечно, это держаковый комплект. Держаковый комплект для тех, кто любит катать грунты в разную погоду, при разных условиях. Но, опять же, грунты, именно парковые, лесопарковые, легкие трейлы, опять же, московского плана, там, или какой у вас город, то есть, городского такого. Не горы, то есть, не экстрим. Вот, это все вот про этот комплект. То есть, он отрабатывает, в принципе, в большей части хорошо. Ну, с нюансами, которые я уже обозначил. Так что, в принципе, зная это, делайте свой выбор. Вот, я не жалею о покупке данного комплекта. В принципе, ничего так он. Опять же, за свои деньги, конечно, есть варианты, может быть, и поинтереснее, но он меня устраивает. И как основной комплект для универсальной держаковой резины на каждый день, при том, что мне надо докатить часто по асфальту довольно долго, вот. Он неплохо катит, то есть, в принципе, очень даже универсальный. В общем, в целом, рекомендую, если вас не смущают небольшие нюансы по держаку, именно бокового протектора, к которому надо привыкнуть и учитывать при езде. Ну, и вот то, что, конечно, с массой у них все весело. Не знаю, может быть, дальше они как-то исправятся, но особо верить тем цифрам, которые у них на сайте, я бы не советовал. Ну и все, всем хорошего катания. Задавайте вопросы, если кому что-то еще интересно. У меня еще есть разные резины. Могу рассказать, что да как сравнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!